То, что мы смогли за эти годы сделать очень многое по всем абсолютно рубежам, это факты. В свете прошедших пяти лет глубоких реформ важно расставить цели еще на пять лет. Так же мудро и дальновидно, так же с упором на интересы нас с вами. Для того проект «Стратегия развития» и вынесен на общественное обсуждение о том, как идет процесс. Материал программы. В «Стратегии развития» и «Дорожная карта» по ее реализации в 2022 году предусматривает достижение порядка 100 целей в рамках семи приоритетов развития страны. На платформу geomachalik.uz и 2022-2026-strategy.uz поступают различные предложения от экспертов и широкой общественности. Ведь здесь у каждого есть возможность высказать свою точку зрения, оставить комментарии, которые обязательно будут учтены. Если посмотрим на статистику платформы Центра стратегии развития, там сейчас на данный момент поступили свыше 12 тысяч предложений и мнений нашего народа. Кроме того, население, конечно, высказывает свое мнение и по средствам массовой информации, по социальным сетям, или же непосредственно направляет письма Центра стратегии развития. И даже ведомство, министерство ведомства тоже направляет свои ценные мнения и предложения. Эксперты представили свое ведение по реализации конкретных целевых мер в таких направлениях, как развитие городов и районов с низкими социально-экономическими показателями, содействие, профессиональные подготовки и занятости нуждающейся части населения, оказание на местах различных социально-бытовых духовно-просветительских услуг населению. Все это обобщается, все это изучается внимательно, а потом, конечно же, принимается мнение, чтобы они нашли свое отражение в стратегии развития нового Узбекистана. По итогам дискуссии выдвинутые предложения и инициативы были обобщены и представлены в Центр стратегии развития для отображения в соответствующих пунктах проекта. Напомним, что еще есть время, чтобы внести свои коррективы в этот важный документ. Спасибо.